Согласно обвинению, в конце мая 2023 года 18-летний, на тот момент житель Рудного Евгений Мирный, стал закладчиком. Послал через мессенджер неизвестному куратору фото своих документов и согласие на работу, получил инструкции. Мирный через свой смартфон обратно отправлял указанному оператору под никнеймом Джонни 6307 в приложении Wire, подтверждающий проделанную работу по размещению закладок, за что получал незаконное вознаграждение из расчета 1 тысяча до 1,5 тысячи тенге за одну сделанную закладку. В сентябре по указанию куратора Евгений съездил в Кустана и из стояника в лесопосадке в районе аэропорта взял партию наркотиков из 81 маленького свертка и вернулся в Рудный. В октябре он повез ее в Житикару. Там в парке Победы в нескольких микрорайонах у искусственного озера на территории одной из школ он сделал закладки. Однако за этим занятием Евгения застали бдительные местные жители, которые его задержали и вызвали полицию. Экспертиза показала, что в свертках было синтетическое психотропное вещество альфа-ПВП, общим весом почти 18 граммов, что во много раз превышает размеры, относящиеся к особо крупному. Свидетель Стрибакова Татьяна подтвердила, что познакомилась с мирным в парке аттракционов. В городе Рудном в мае 23-го года в ходе разговора поняла, что он нуждается в деньгах. На тот момент она сама работала, закладчица, и у нее модератор спрашивал о людях, которые хотят и могли бы работать. Подсудимый вину признал, и даже гособвинитель отметил, что он постоянно содействовал следствию и чистосердечно раскаялся. И прокурор, и защитник подсудимого не раз отмечали, что мирного толкнуло на преступление то, что он оказался в трудной жизненной ситуации. В 18-летнем возрасте, только выйдя из родительского дома и оказавшись в большом городе, он практически остался без средств к существованию, голодать буквально по несколько дней и спать буквально в подъездах. По моему убеждению, глубокому убеждению, определенная доля вины в произошедшем лежит и на родителях Евгении. Но отчасти это наша вина, потому что мы не досмотрели, не помогли ему. Я думаю, что он судину уже осознал. Наказание своем понесет, но я прошу дать самое минимальное. Учитывая крайне положительные характеристики подсудимого и отсутствие отягчающих вину, обстоятельств суд назначил наказание в минимальных пределах санкций, инкриминируемой мирному статье. Но это все равно 10 лет лишения свободы. Приговор может быть обжалован. Валерий Точев, Виталий Луговской, РТН.